Сегодня будет необычное видео, я не буду говорить о подтягиваниях, отжиманиях, о методиках тренировок. Вообще не буду говорить о турниках, о брусьях, потому что воркаут это не только занятие на уличных спортивных площадках, это также и саморазвитие. И перед тем, как мы начнем, есть одна просьба. Чтобы это видео зашло, его нужно смотреть вечером, в конце дня, когда ты уже пришел с работы или с учебы, уставший, включил YouTube, открыл этот ролик и смотришь. Если вдруг ты включил это видео рано утром, перед школой, за завтраком, например, то лучше его выключи. Выключи, сходи по всем своим делам, съезди куда тебе надо, отучись, отработай, вернись уставшийся вечером домой и включи его снова. Это важный момент, потому что без него ты не сможешь понять смысл ролика, скорее всего. Или он будет не так очевиден и тема не зайдет. Потому что ты прочитал все правильно. Сегодня я расскажу о том, как на самом деле работает позитивное мышление. Это не та фигня, про которую ты можешь услышать из фильмов вроде «Секрет» или мыслей, что вселенная идет тебе навстречу. Нет. Но тем не менее, позитивное мышление, положительное мышление, оно работает. И если ты послушал меня и включил этот ролик вечером, то сейчас я расскажу, как оно работает. Уверен, что в течение дня ты видел огромное количество автомобилей, припаркованных, едущих по дороге, на стоянке, я не знаю. Можешь ли ты сказать, сколько из них было фиолетового цвета? Можешь? Будет здорово, если ты сможешь вспомнить хотя бы одну фиолетовую машину. Потому что я не знаю, сколько их на самом деле проехало мимо тебя. Но вот в чем суть. Два момента, о которых нужно подумать. Во-первых, скорее всего, ты не обращал внимания на эти фиолетовые машины. Потому что у тебя не было целью считать фиолетовые машины. Они просто проезжали мимо тебя. Если в следующий раз, выйдя на улицу, ты задаешь такой целью и начнешь считать машины определенного цвета, то окажется, что их гораздо больше вокруг тебя, чем тебе может показаться сейчас, когда ты вспоминаешь, сколько же ты видел фиолетовых машин. И тебе кажется, что вообще ни одной. С другой стороны, количество фиолетовых машин никак не зависит от того, считаешь ты их или не считаешь. Вселенная не начинает посылать тебе больше фиолетовых машин только потому, что ты решил сегодня их посчитать. Нет. Это абсолютно независимые события, если ты знаком с высшей математикой. А если ты не знаком, то рекомендую изучить хотя бы базовый курс. Эти события независимы, и твое желание или нежелание никак на них не влияет. Единственное, на что влияет, это на то, что ты начинаешь их замечать. И ровно то же самое происходит с положительным мышлением. Когда ты начинаешь мыслить позитивно, когда ты начинаешь фокусироваться на своих возможностях, а не на своих проблемах, ты начинаешь видеть эти самые возможности. И не говоря о том, что их становится больше вокруг тебя, или что они начинают появляться чаще. Я говорю о том, что ты начинаешь их видеть. Есть множество примеров этому, и я даже не знаю, с каких начать. Есть очень классный пример из баскетбола, о котором я как раз совсем недавно услышал, поэтому расскажу его. Например, во времена, когда Джордан, великий и могучий Джордан, только начинал свою карьеру в NBA. Он очень хотел работать в компании Adidas, он носил Adidas. И мечтал заключить с ними контракт. Но они не видели в нем большого перспективы. Один из боссов, Adidas, даже сказал, что, знаете, этот парень генетический, он не так сложен, чтобы играть в баскетбол. Он недостаточно высокий, недостаточно широкий размах рук, и я не думаю, что у нас получится что-нибудь с ним. Джордана сравнивали с другими великими игроками того времени, этого новичка, который еще толком-то не поиграл в лиге. Первый сезон его. Они говорят, нет, знаете, он нам не подходит. Тогда Джордан отправился в компанию Nike. В отличие от Adidas, который был крупнейшим спортивным производителем в мире. Все игроки НБА надевали тогда Adidas в то время и мечтали с ним исключить контракт. И Джордан тоже был таким, но не свисло, поэтому он пошел к Nike. Nike это маленькая компания, начинающая, еще о себе не заявившая. Это не тот гигант, о котором мы знаем сегодня. Нет, это маленькая компания. Но они предложили Джордану хорошие условия. Гораздо лучше, чем ему предложили в Adidas. По-моему, там даже был процент от акций компании, какой-то небольшой, но процент. А может быть, я что-то путаю. В общем, условия были действительно хорошие. Но Джордан, перед тем, как принять их, обратился снова в компанию Adidas. Настолько он хотел с ними заключить контракт. Он обратился к ним, они ему отказали, Nike его подписали. Остальная история. Суть этой истории в том, что Adidas главенствовал в NBA. Он был единоличным лидером, против которого даже попытаться воевать было бы глупо. И Nike это понимали. Но в то же время они думали о возможностях. Они не фокусировались на том, как все плохо, какая у них маленькая доля рынка, какие у них низкие продажи, как малых маркетинговый бюджет, чтобы даже соревноваться с гигантом в роли Adidas. Нет. Они искали возможности. И одной из таких возможностей стал Джордан. Они увидели потенциал, они решили рискнуть. И у них все получилось. И сейчас 95% игроков, 95% рынка кроссовок для баскетбола занимает Nike. 11 из 12 игроков в NBA надевают кроссовки Nike на игру. Adidas? Кто в последний раз вообще видел, чтобы кто-то выходил на корт в Adidas? Я нет. Но это еще не все. Если мы промотаем на несколько десятилетий вперед, то уже Nike у нас гигант. И ситуация повторяется. Есть гигант рынка, лидер, такой как Nike. И все его носят, все мечтают заключить с ним контракт. И один из таких игроков, который только начинает свой путь в лиге и хотят заключить контракт с Nike, это Стивен Карри. И вот, он, кстати, у него один из родственников работал в Nike. Он даже во время учебы носил Nike, хотел с ним заключить контракт. Но в точности все повторяется. Nike не видят большой перспективы в этом парне. Они не считают, что он сможет стать великим игроком. У них и так полно великих игроков. Все ведущие, игроки такие как LeBron. И все остальные носят Nike. Зачем им еще этот парень? И тогда на сцену появляется компания Under Armour. Небольшой производитель спортивной... Ну как, небольшой? В сравнении с Nike небольшой производитель спортивной обуви, одежды, экипировки. Который понимает, что ему нужно искать возможности. Ему не нужно фокусироваться на том, что Nike лидер, Nike гигант, Nike не победит, все подписаны на Nike, все мечтают работать с Nike и так далее, так далее, так далее. Нет. Under Armour ищет возможности. И одной из таких возможностей становится Стивен Карри, которого Nike отвергает. Они подписывают его и бум! Что мы видим? Спустя буквально пару лет кроссовки, именные кроссовки Карри самая продаваемая баскетбольная обувь в мире. А Under Armour смог удвоить свои продажи за то время, которое прошло с момента подписания этого парня. Потому что он стал новой звездой баскетбола. Таких примеров можно проводить, приводить огромное-огромное множество из самых разных сфер жизни, когда, казалось бы, невозможное происходит именно потому, что люди видят возможности, они смотрят на возможности, они ищут возможности, они не фокусируются на проблемах. Есть еще один хороший пример, который касается любого, кто сколько-нибудь долго тренируется на площадке. Невозможно тренироваться без травм. Рано или поздно все получают травмы, это неизбежно. И очень многие, когда они получают травмы, они начинают фокусироваться на этой травме, думать о том, что больше они не могут тренироваться, их прогресс спадет, им придется восстанавливаться, будет потрачено куча времени, бла-бла-бла, они расстраиваются и так далее, и так далее. Они попадают в такой круговорот, который начинает их затягивать. Хотя в то же время можно сфокусироваться на тех возможностях, которые сейчас открываются. Да, у тебя есть травма, ты не можешь тренироваться, но у тебя появляется свободное время. Ты можешь посвятить его учебе, ты можешь посвятить его подработке, ты можешь посвятить его семье, отношениям, чему угодно. Ты можешь начать развиваться в других сферах, можешь найти что-то новое, интересное для себя. Начать читать книги, играть на музыкальном инструменте, освоить иностранный язык. Пока у тебя нет возможности тренироваться, ты не должен думать о том, что ты не можешь тренироваться. Ты должен думать о том, что ты можешь делать в это время. Я решил записать это видео, потому что сам был склонен думать о проблемах, а не о возможностях, и как только я начал думать о возможностях, я был поражен тем количеством вещей, которые передо мной открываются, тем количеством возможностей, которые передо мной открываются, тем, что я могу сделать. Это удивительно. При том, что все это было вокруг меня, но я не замечал, я не обращал на это внимание, был слишком сфокусирован на проблемах. К сожалению. Много времени было потрачено впустую из-за этого, но сейчас я стараюсь его наверстать, и поэтому я тоже хочу записать этот ролик и это видео, чтобы рассказать вам, чтобы вы не допускали моих ошибок, не повторяли и всегда думали о том, что вы можете сделать, как бы ситуация не была плачевна, грустна, всегда есть возможность. Всегда вы можете что-то сделать, чтобы превратить его в чуточку другую, чуточку улучшить свое положение. Ветер шумит, я вижу по микрофону. Скорее всего, звук будет не очень. Я мог бы попробовать выбрать другой день, но в другой день тоже, скорее всего, звук будет не очень. Это особенность съемки на улице. Ты никогда не знаешь, какая у тебя будет погода, какой у тебя будет свет. Если ты будешь всегда ждать идеальной ситуации, ты можешь никогда не начать снимать ролики. поэтому черт с ним. Я надеюсь, что меня слышно, а значит, все не так плохо. И у меня уже выйдет это видео, это тоже плюс. Плюс одно видео, плюс один шаг к 100 тысячам подписчиков, плюс одна возможность поделиться своими мыслями, своим отношением к жизни, с теми, кто смотрит наши ролики. А это главное. Поэтому лучше это сделать, чем не сделать, правильно? Так вот, уверен, что те, кто попробовали по-новому взглянуть на ситуацию, в которой они оказались, сфиксированы на тех возможностях, которые у них есть, несмотря ни на что, они понимают, о чем я сейчас говорю. Если пока вы думаете все еще о проблемах, я понимаю, что это тяжело. Нельзя вот так по щелчку пальцев заменить свой способ мышления и начать по-другому думать о тех вещах, которые заботят твои мысли, да? Но так же, как и с любым делом, это вопрос дисциплины. Это вопрос привычки, это вопрос дисциплины. Поэтому каждый раз, если вы будете, сначала придется заставлять себя думать по-другому, да? Это непривычное мышление. Большинство людей так не думает. Это правда. Большинство думают о проблемах. Они видят проблему, они думают о проблеме. А вы должны видеть проблему и думать о решении. Сначала будет тяжело, непривычно, но с каждым разом будет становиться все легче. С каждой решенной проблемой, с каждой новой открытой возможности вы будете видеть, насколько это классный способ мышления, насколько это классный способ отношения к миру. И будет здорово. Вот такое видео на сегодня. Я уже сказал, что оно совсем не похоже на наше стандартное видео. Поэтому не переживайте. Следующий ролик будет о том, как научиться подтягиваться. В нем я расскажу о некоторых необычных упражнениях, которые вы еще не видели. Но ведь, когда мы приходим на площадку, мы не только тренируемся. Это сейчас я один, но обычно-то на площадке много людей, и ты тренируешься с ними, ты общаешься с ними, узнаешь что-то новое, обмениваешься опытом. И этот канал мы создавали в том числе и для того, чтобы делиться своим опытом с теми, с кем у нас пока не было возможности встретиться вживую. Хотя мы много путешествуем по России и немного по другим странам и пустили в сумме за эти несколько лет более 150 городов, это все равно еще только начало пути. Так что наш YouTube-канал – это такая возможность связаться со всеми и поделиться своими мыслями. Что ж, ветер усиливается, значит, наверное, все на сегодня. Что я хотел сказать, я сказал, надеюсь, это будет для вас полезным. Но если так, обязательно поделитесь в комментариях. И если у вас уже был подобный опыт, да вы смогли увидеть возможности среди проблем, то тоже напишите свою историю. Мне кажется, это будет полезно и интересно прочитать всем тем, кто сейчас сталкивается с каким-либо проблемой. Ну а с вами был Антон, канал Workout в Минзагородских улиц. Увидимся в следующих роликах и на уличных площадках ваших городов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова